Денис и Олеся начинают свой день вместе. Они работают почти в соседних кабинетах. Вот только работа у них совсем не романтичная. Чета Осевцовых занимается делами экономической направленности. Олеся в звании лейтенант работает три года. В ее обязанности входит изучение дела, обсуждение и методическая помощь следователям. Присвоение, самое обычное, присвоение на растрат, который чаще всего бывает у нас как на почте, в магазине, где работают продавцы, да, как правило, часто бывает такое, что происходит недостача. Это и есть присвоение, да, денежные средства, которые были вверены директам, либо собственникам данного магазина, продавцу. Дела о хищениях, да, когда денежными средствами завладевают путем обмана, либо злоупотрепления доверием. Сама Олеся из Уфы окончила институт по специальности гражданское право. Со своим будущим мужем познакомилась в социальной сети и уехала к нему в Санкт-Петербург, где он и работал. Несколько месяцев спустя они поженились и у пары появились дети. Вскоре семья Осевцовых перевелась в Скопин, а оттуда в Рязань. Сейчас Денис занимает должность старшего следователя организационно-зонального отделения. То есть это контроль подразделений вверенных территорий. Занимается он как экономическими, так и общеуголовными преступлениями. Говорит, что у работы есть свои сложности и свои особенности. Здесь многое зависит от напора и профессионализма следователя. От его погруженности в ту или иную ситуацию. Потому что, к примеру, я расследовал уголовные дела, когда они еще были в последствии МВД, по игорному бизнесу. Мне в свое время пришлось научиться играть в покер. Хотя я совсем не картежник, но мне пришлось. Для того, чтобы грамотно, нормально построить диалог и допросить крупье, я должен знать, чем он занимается. Денис в должности старше своей жены. Но обязанности у них в чем-то схожи. Оба консультируют следователей, изучают и обсуждают дела. Экономические преступления совершают люди неглупые. Как правило, с определенным образованием, с определенным уровнем профессиональной подготовки. Люди, которые способны и смогли обмануть, к примеру, как в пирамидах, тысяч людей, они, скажем так, могут обмануть исследователя. И это и составляет определенную сложность. Потому что, конечно же, они никогда не дадут правдивых показаний. Если, соответственно, не проведена соответствующая работа. Работа непростая, признались супруги. Иногда приходится задерживаться. Но сложности тут и в другом. У пары двое детей, Игорь и Кирилл. А совмещать работу и жизнь порой бывает непросто. Но семья справляется. С утра детей отвозят в сад, а потом идут на работу, где снова и снова необычные, в то же время заурядные дела, производства и преступники. И во всем этом важно оставаться любящей матерью и заботливым отцом. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.